Де-факто на телеканале Беларусь4 в студии Анна Корольчук. Здравствуйте. В Гумеле троллейбус столкнулся с легковым автомобилем. ЧП случилось возле нового универмага на пересечении улиц Советская и Хатаевича. Пострадавших не было. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. На время их работы движение было перекрыто. В Калинговичах двое несовершеннолетних взломали аттракцион, чтобы забрать из него деньги. Подростков заметили местные жители, которые сообщили о случившемся правоохранителям. Нарушителями оказались учащиеся местного лицея 15 и 16 лет. Оба состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Как пояснили парни, они хотели пойти на дискотеку, а денег не было. И тогда было решено взломать аттракцион. На данный момент возбуждено уголовное дело за покушение на кражу. В деревне Зеленая Рунь Рогачевского района горел кирпичный нежилой дом. Обошлось без пострадавших. В результате уничтожена кровля и имущество внутри здания. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет завершил расследование дела об организации договорных матчей. В ходе расследования установлены 16 подкупов спортсменов и 12 фактов мошенничества, связанных, как правило, со ставками на заранее определенный результат. Обвинения за обеспечение оговоренных исходов матчей предъявлены футболистам Гомеля, Нафтана, Лиды, Орши, Химика и Нема Награ. Материалы будут переданы прокурору. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» будет поставлена в известность. На дорогах страны стартовала акция «Трезвость. Норма на дорогах». Напомню, 1 января этого года было задержано более 90 нетрезвых водителей, что вдвое больше обычного дня. Госавтоинспекции рассчитывают, что в этом году статистика будет оптимистичней. Особое внимание в эти дни и к пешеходам. В праздничном настроении они часто пренебрегают безопасностью на дороге и выходят на проезжую часть. ГАИ напоминает, штрафы за нарушения в нетрезвом виде гораздо выше. Акция продлится по 7 января. Это вся информация на сегодня. Оставайтесь на Беларусь4.